Сегодня стало известно о смерти советского кинорежиссера Марлена Хуциева. Он скончался в одной из столичных больниц на 93-м году жизни. Три дня назад в пресс-службе Союза кинематографии говорилось о том, что в реанимацию Буткинской больницы был госпитализирован 93-летний режиссер Марлен Хуциев. В понедельник, 18 марта сообщалось о том, что кинорежиссер продолжает находиться в реанимации. А вот уже сегодня с утра стало известно о его смерти. Отметим, что 4 января в одной из больниц Москвы скончалась супруга Хуциева Ирина Соловьева. Напомним, что в конце декабря прошлого года Хуциева уже госпитализировали в больницу. Тогда в пресс-службе Союза кинематографистов объясняли, что кинорежиссер обратился в больницу с целью профилактического обследования. В январе журналисты писали, что Марлен Хуциев чувствует себя хорошо и находится в столичном центре реабилитации. В конце февраля кинорежиссера выписали. Советский кинорежиссер Марлен Хуциев снял более 10 фильмов, в том числе «Весна на Заречной улице», «Мне 20 лет» и «Июльский дождь». В 1965 году Хуциев стал призером Венецианского кинофестиваля. Тогда жюри вручили ему специальный приз за кинокартину «Мне 20 лет». На Берлинском кинофестивале 92-го завоевал приз и премию Альфреда Бауэра за фильм «Бесконечность», а в 2006-м на премии Ника Хуциева признали победителем в номинации «Честь и достоинство». В нескольких своих фильмах Марлен Хуциев был как автором, так и соавтором сценариев. Кроме того, Хуциев поставил в театре современник спектакль «Случай виши» и снялся в нескольких фильмах. С 1978 года он руководил мастерской режиссуры художественного кино во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова. Как сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов, время и место похорон будет известно позднее. Прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино. Продолжение следует...